Дорогие друзья, приветствую вас в центре Сангейтс. Меня зовут Майкл Мелехов и мы сегодня встречаемся с тарологом известным, ответственный секретарь Королевской Ассоциации Французского Таро. Так это звучит по-русски. Эльза, здравствуйте. Здравствуйте, Майкл. Да, я хотел бы, чтобы у нас в программе присутствовал еще один человек, таролог, мы уже делали таромост, но по техническим причинам сегодня это не получается. Но, тем не менее, программа, она состоится, как она была и обещанная. И, дорогие наши радиослушатели, телезрители, вы сможете сознакомиться с этой программой на нашем YouTube, на канале Сангейтс Радио YouTube, а также задать там свои вопросы, оставить свои замечания и комментарии. Тема нашей программы, вот какая, Эльза не знает, я ее сейчас вот так озадачу, да. А речь идет, будете не поверить, а у таро. Скажите мне, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Я много раз пытался спрашивать, когда, с вашей точки зрения, появилась таро? Вот такой простой очень вопрос. С моей точки зрения, таро появилась примерно в XIII-XIV веке в Европе. Возможно, какие-то вариации подобные таро появились раньше и в других странах, скорее всего, на Ближнем Востоке. Но это все не установлено, не подтверждено. Вообще таро, вроде бы, имеет истоки в мамлюкских картах, то есть в картах, которыми пользовались охранники египетского царя в XIV веке. И, собственно, эти карты, игровые, игральные и развились в конечном итоге в карте таро. Ну, возможно, они действительно несколько более раннего происхождения, есть китайские варианты, есть разные, но не исключено, конечно, что корни их и египетские, и греческие, и какие угодно, потому что, скажем, у греков было принято совершать магическое действие, которое называлось катадесма. Они брали табличку с именем человека и закапывали в могилу для того, чтобы навести порчу. У вавилонян была другая манера, они лепили фигурки из глины, были оранты, а были другие фигурки, с которыми они колдовали, то есть это фактически в углу. Почему бы и таро не имела каких-то корней более ранних? Например, был праздник богини Фортуны, когда разливались реки в Риме, и у её ног лежали таблички с предсказаниями, не говоря уже о том, что были оракулы, дельфийские, и сибилы были. Всё это было, просто оно носило несколько иной характер. Поэтому, скажем, в таро это воплотилось вот несколько позже. Как таковое таро, если говорить о колоде более игральной, может быть, с политическим каким-то подтекстом, памфлетным, может быть, даже с оккультным, но не факт, происхождение 14-й век, примерно 15-й, а оккультное таро – это конец 18-го века. Хорошо. А теперь я вас прошу вот о чём. Ну, наверняка вы знаете, возможно, читали книгу «Тайная декрина» Бловацкой, наверняка вы знаете про таро Кроулы, где, и Шмакова, наверное, вы читали, да, где элементарно просто рассказывается, что 22 аркана таро, главные арканы таро, и это речь идёт о тысячах лет, о десятках тысяч лет, о сотнях тысяч лет. Почему считается, что таро возникло только, вот, там, 11-й, 13-й, там, ну, где-то речь идёт о несколько сотен лет всего? Ну, исторически мы никогда не можем поручиться даже за то, что было по-настоящему 100 лет назад, потому что история – это великая фантазёрка, и историю пишут победители, поэтому, ну, если вы наверняка, Майкл, знаете о Шамбале, так вот, о Шамбале, в общем-то, впервые по-настоящему была озвучена, была озвучена мысль в 19 веке графом Дальвейдром, и он увидел Шамбалу, фактически намедитировал её. Ну, я, может быть, слишком грубо сейчас излагаю, но, в общем-то, она явилась ему в медитации. А в 19 веке вообще, ну, и не только в 19 веке, вообще было принято в аристократических, и особенно богемных, и оккультных кругах применять специальные средства. И вот, как раз, есть книга графа Дальвейдра, где он описывает, что он со своей женой совершал воскурение определённых веществ, и под этими веществами он увидел Шамбалу. И всё, что было описано в дальнейшем, было связано с этой медитацией. Поэтому, что было с Арканами, с 22, как говорит один мой коллега, в принципе, все мы из Египта, если взять восьмое поколение от нас раньше, до нашего рождения, то все мы либо евреи, либо негры, либо ещё кто-то... Ой, простите, это, возможно, афро... Я даже не знаю, как сказать правильно. А, ну да, афроамериканцы. Темнокожие, да? Да, темнокожие. Да, темнокожие. Поэтому я не могу сказать ничего по этому поводу достоверного. Я просто знаю, что те, кого вы назвали, Шмакова, Бловацкую и... И же с ними, Успенского, который тоже, кстати, об этом же писал. Рерихи. Это оккультная Таро как раз, которая была... развивалась в 19 веке особенно. С возникновением... Даже не с возникновением, а с расширением масонского движения в 18 веке начался процесс становления Таро в его оккультном виде. Хотя оно, конечно, уже обретало какие-то черты оккультности раньше при помощи Джона Ди. Ну, хотя Джон Ди не занимался прямо Таро. Это 17 век, начало 17 века. Просто сейчас очень долго об этом рассказывать. Это очень интересная тема, потому что он со своим медиумом Эдмартом Келли намедитировал ангельский алфаит, на основе которого, собственно, оккультные ордена дальше работали и создавали в том числе Таро, и в том числе Таро Кроули. Поэтому, опять же, нельзя сказать, что оккультное Таро это прямо только 18-19 век. Но в основном, да, в основном так. И про 22 аркана старших, родом из Египта, или тысячелетней давности, сто тысячелетней давности. Это намедитированная информация. Это очень интересно, наверняка в этом есть какая-то достоверность, но так же, как мы не можем рассуждать абсолютно о прошлых жизнях, мы можем какую-то информацию о них получать, но абсолютно достоверно рассуждать не можем. Так мы не можем рассуждать и о том, что Таро произошло или появилось сто тысяч лет назад. или где бы появилось. Я, да, я понимаю. Но дело в том, что ну, буквально в самом начале книги, скажем там, написано, Ушмакова в частности, я, допустим, с этим согласен, поскольку я езжу на Востоке, я там тоже прохожу какие-то свои уроки и общаюсь с людьми и нахожусь в тех местах, где, которые даже и индусы, в общем-то, не все знают, что там есть такие даже места, сакральные, будем так говорить. Так вот, там написано, дело в том, что мы не можем точно рассуждать, это ваши слова, но только лишь потому, что нам недоступно то, что было в пределах нашей памяти, а наша память только появилась, когда мы, в общем-то, появились на свет и стали где-то воспринимать какую-то информацию, которую нам давали наши близкие, окружающие, потом мы где-то там в школах, в институтах, в интернетах это все подчеркнули, но ведь, опять же, это память одного человека, другого поколения, другого поколения, другого поколения. И вот там написано так, что в пределах нашей памяти, да, мы можем оперировать цифрами в там пару тысяч лет, но ведь существует, скажем там, раритеты, существуют источники, существуют, скрытые, и это было и в Александрийской библиотеке, которую почему-то сожгли, потому что это, ну, не надо было, наверное, те знания, кому-то неудобно, неугодны были, даже в Ватикане существуют библиотеки, куда вход категорически всем воспрещен, где хранится очень и очень интересная информация. Ну, давайте мы сейчас, да, мы сейчас об этом не будем, но о прошлых жизнях, вот буквально вот в прошлой передаче, час тому назад я упоминал такого Эдгара Кейси, который читал, снимал эту информацию, он не был ведь мистиком, он просто имел доступ к информации, к этому слою Акаши, на санскрите это эфирный слой, где хранится информация вообще обо всех людях, обо всей Вселенной, и так далее, и так далее. Просто еще раз, очень мало людей понимают, о чем идет речь, готовы воспринять эту информацию и научиться туда каким-то образом входить. Вот он туда входил. Самое интересное, из всех, скажем, предсказателей, ну, возможно, он был самым точным предсказателем, поскольку необыкновенная точность он отличался от этих предсказаний. Да, я наслышана о нем, читала очень много, это очень интересный человек. Это очень интересный. Ну, безусловно, таких людей единицы, и у меня есть просто еще представление свое о том, насколько каждый из людей является развитым индивидуумом, осознанным. Ну, я коротко постараюсь. И я считаю, что далеко не каждый может помнить свою прошлую жизнь, да, и похвастаться тем, что она была у него цельной и осознанной. Ну, собственно, да, не буду об этом рассуждать. Я верю в общем, в прошлые жизни, но индивидуально, наверное, только ламы великие или еще какие-нибудь великие люди обладают индивидуальной прошлой жизнью или индивидуальной памяти. Да, да, да. Я как раз с этим вопросом согласен. Ну, вернемся все-таки к Таро. Скажите, для вас лично, Таро – это оккультизм, это наука, это учение, вот последнее, кстати, меня больше интересует, это учение о материи, о нас, людях, или это все-таки еще глубже? Вот что для вас, Таро, вы же относитесь, ну, я знаком со многими торологами, причем очень и очень серьезными метеорологами, но мне интересно, как вы описываете, как вы это входите туда, то есть вы пользуетесь не только техникой чтения кар и понимания то, что там изображено, меня больше интересует, что такое войти в аркан, к примеру. Я воспринимаю Таро как многоуровневую, открытую систему, которая может быть технологично, может быть очень психологично, может быть медиумично, высококонно, мистично, в определенной степени. Она содержит в себе огромное количество символов и архетипов, они действительно, 3D, это огромная, серьезная система в объеме, о которой даже в двух словах не скажешь. И когда человек начинает, можно представить себе, что Таро, допустим, обладает определенным напряжением, 120 вольт, или, ой, простите, я имела в виду, ну да, пусть будет напряжение, 120 вольт. И если человек к нему начинает прикасаться, постепенно, потихоньку приспосабливаться, обычный человек, у которого, например, напряжение 80, он, постепенно приспосабливаясь к Таро, повышает уровень своего внутреннего напряжения и, соответственно, энергопроводимость. Если человек относится к Таро не очень уважительно, я не хочу делать из Таро фетиш, мне не хотелось бы, чтобы это прозвучало таким образом, просто это действительно многоуровневая система, которой занимались лучшие умы, на мой взгляд, умнейшие люди, и люди, знавшие о душе и очень много об оккультизме, поэтому она действительно впитала в себя огромное количество и оккультного, и духовного, и многого. И если почитать гранатовый сад Израиля Регардье, который был секретарем Алистера Кроули, у него написано там, что, и не только у него, у Крэга написано, что ворожба или гадание, это первый уровень магии, второй уровень это психология, психология это медленная магия, и Таро используется в этих оккультных целях, этими оккультистами использовалось, для создания талисмана, для настройки, поэтому оно наполнено теперь, на сегодня огромным количеством информации и символики, очень объемная, открытая система, которая иногда работает совершенно просто, и человека подстраивает как пачку, как пачку карт, да, вот человек разбросанный, он пришел к хорошему консультанту, и ему помогли подровняться, и как-то сконцентрироваться, немного развеяли сомнения, немного прояснили какую-то информацию, для меня вхождение в аркан, я, конечно, немножко отдалилась от темы, как будто, но нет, на самом деле, для меня вхождение в аркан, это и медитация на нем, потому что я в свое время проходила очень хорошего мастера, медитацию на старших арканах, на младших уже нет, но у Спенского, кстати, интересно, кое-что на эту тему есть, вхождение в аркан, это попытка проживания объема, который свойствует каждому из арканов, то есть это можно визуализировать, можно для начала, а затем человек начинает, если он это делает достаточно часто, он может прочувствовать весь энергетический объем аркана, аркана, потому что аркан – это тайна, аркан по-гречески тайна, которая принадлежала храмам, храмовым каким-то мистерием, это группа секретов, которая является общей для большого количества посвященных людей, и вхождение в аркан позволяет ввести туда еще ряд людей, и вот этот энергетический объем может создавать состояние определенное, в котором человек может и достичь состояния сознания, очень интересного состояния души, духа, и даже привлечь определенные события и определенных людей. С этим не стоило бы особо заигрываться, допустим, можно остановиться только на том, что ты держишь колоду карт в руках, ты выкладываешь эти арканы, ты считываешь эту информацию, ты помогаешь в ней разобраться. Я иногда свожу работу с Таро к достаточно практичному уровню. Я не люблю слишком больших улетов и залетов, потому что меня больше интересует, скажем, ко мне обращаются с вполне земными вопросами, но в то же время информация приходит немножечко с более высокой точки, потому что если бы она приходила с того же уровня, с которого задается вопрос, я бы не смогла ответить на этот вопрос так, чтобы человек понял, чтобы для него это была полезная информация. Для этого нужен все равно какой-то немножечко другой информационный слой, каузальный, например. Опять же, об этих слоях, наверное, сейчас не стоит говорить. Вот так. Извините за долгое объяснение. Не-не, все хорошо, все правильно. Скажите, вы имеете в виду войти в аркан, это должен войти человек посвященный, что ли, или это может любой человек войти в аркан. Вот я взял карты, колоду карт, открыл какой-то там любой аркан и начинаю в него входить, в этот аркан. Для чего-то. Ну, мы знаем, это же элементарно, каждый аркан что-то там обозначает, к примеру, да, и обладает определенными качествами. Вот человек хочет войти в этот аркан для того, чтобы приобрести определенные качества. посоветовали бы вы ему этим заниматься, или все-таки это удел специалистов? Вообще, с сторон может работать, наверное, любой человек, кроме психически неустойчивого. Как с любой энергетической информационной практикой. Как люди, которые приходят, например, к ОШа, предупреждаются о том, что люди с уязвимой психикой нежелательны в этом кругу. Так и второе тоже. Люди с уязвимой психикой, если они начинают считывать информацию, они иногда не понимают, откуда эта информация им приходит, и что это за глюки. Бывает и такое. И нередко, кстати. я считаю, что любой человек на технологическом, техническом уровне мог бы работать сторон, не обязательно это делая для других людей. Он мог бы работать сам. Насчет посвященности. Посвященность, я считаю, в любом деле, это когда человек очень много лет положил на изучение своего предмета и создал в себе энергию, которая позволяет воспринимать определенный уровень и пласт информации и пропускать через себя тоже определенные энергии. Собственно, посвященность, говоря кастанедовским языком, это положение точки сборки в определенном месте, на которое хватает энергии того человека, который занимается делом этим. Если человек другой приходит к мастеру, иногда возникает связь спонтанная, мастер берет в поле этого ученика, совершенно не малейшей манипуляции в этом нет, вообще никакой манипуляции. То есть ученик может в любой момент отключиться от учителя, но просто поле учителя настолько сильное, что ученик, приходя в него, достаточно быстро набирается энергии, информации и быстро получает тот поток, быстрее получает тот поток, конечно, если он сам тоже работает, если он не работает, то он может получить энергию, с которой не будет знать, что делать. Собственно, посвященность это многолетний труд, это многолетнее понимание, многолетняя работа с этими энергиями, с этой информацией, вот и вся посвященность. Конечно, есть еще некая посвященность, например, вот я занимаюсь циконом, и у меня четвертая ступень посвящения, что это такое. Опять же, учитель, который занимался очень много лет, в своем поле, когда держат учеников, у них тоже возникает усиление поля, и они могут больше, чем могли бы сами, и быстрее научатся просто. Они могут стоять в упражнении дерева 10 лет сами, учителя, а могут год с учителем, и эффект будет примерно одинаковый. Так же и второе. Вот, собственно, в этом я вижу посвящение. Эльза, скажите, пожалуйста, вы упомянули точку сборки, такой термин. существует в Санкт-Петербурге школа Атлантида, возможно, вы слышали, и такой Борис Моисеевич Моносов, руководитель этой школы. Ну, вот, у них есть фаербол, есть практики различные, это школа магии, на самом деле, школа магии Атлантида. Они изучают, вроде бы, тоже там их вхождение в Раканы, и вот как вы относитесь, это то же самое, чем вы занимаетесь, или это что-то другое, и для чего это, например, ваше мнение просто? Ну, я считаю, что это почти то же самое, только обставлено по-другому, потому что некоторые люди хотят больше тайны, хотят больше мистерии, им кажется, что они попадают в какой-то избранный круг, путем вот якобы магических действий. Я совершенно не говорю, что то, что делает эта школа, плохо. Я просто говорю о том, что разным людям подходит разное. Есть, скажем, интеллектуалы, которые хотят общаться на интеллектуальном уровне, понимать, что с ними делают, что с ними происходит. Например, я также не очень воспринимаю рейки, хотя я понимаю, что это прекрасная практика и замечательная энергия, но я не понимаю, что происходит во время подключения, откуда взялся этот поток, кто его включает и так далее и тому подобное. Я предпочитаю цигун, потому что я знаю, что я работаю сама, я вырабатываю или впитываю эту энергию, мне помогает учитель, и я знаю, что с ней делать. Мне рейки так не объяснили, поэтому, ну там дается определенное количество символов, определенный поток энергии открывается кем-то. Я пережила в связи с этим некоторые странные ощущения, и мне показалось, что это не моя практика, то есть есть люди, которые предпочитают это, а есть люди, которые любят более шаманские варианты, более колдовские, и действительно им нравится быть как бы принадлежащими к избранному кругу, а для этого нужны ритуалы, ну как говорил боже мой, китайский мудрец Лао Цзи, да, Лао Цзи, конечно, извините, что забыла, в ритуале смута, это правда вырванная из контекста фраза, у него эта мысль развита полнее, но в том числе там звучат такие слова в ритуале смута, то есть ритуал это хорошо, но если его не соблюдают буква в букву, то начинаются разночтения, и вспоминается очень хорошая притча о том, как сатана идет по земле и встречает ангела, который пытается что-то найти на земле, ищет что-то очень пристальное и старательное, сатана спрашивает, что же ты ищешь, ангел? Ангел говорит, Господь уронил на землю зерно истинное, и я пытаюсь его найти для того, чтобы оно не попало в руки человечества раньше времени. Сатана рассмеялся и говорит, ну, можешь не беспокоиться, человек найдет, если даже это зерно, он сначала его отмоет, потом классифицирует, потом опишет, потом куда-нибудь его вставят в какую-нибудь систему, и настолько вокруг него нарастит огромное количество ритуалов, что до истины он просто не дойдет. понятно. Ну, я, когда задавал вопрос, на самом деле, я не имел в виду вот эта школа хорошо, эта школа нехорошо, это правильно, не правильно. Я имел в виду это то же самое, в общем, тот же самый процесс, тот же самый процесс, да. Абсолютно. Хорошо. Существуют сефиры, каббалистическая система чтения, допустим, вот как вы к этому относитесь? Ну, как я могу к этому относиться? Это придумала не я, это все-таки лучшие умы. Но вы не пользуетесь этой системой. Почему? И когда я читала лекции по Таро Вейта, Райдер Вейта, я рассказывала примерно свое понимание того, как карты привязанные, или вернее наложенные на древо сферот, обретают во взаимосвязи некоторые новые отзвуки, новые оттенки. Скажем так, я предпочитаю вообще всегда работать с картами, отталкиваясь от картинок, от рисунков на них. То есть, я хочу знать, что может означать карта, даже если на ней нет никакого рисунка. Потому что рисунок можно истолковать очень по-разному. Меня интересует нумерология, и меня интересует, может быть, система цветов. Ну, некоторые вещи, которые сами по себе могли бы сообщить карте нечто интересное. у этой лы была колода издана, на которой вообще ничего не было, кроме названия карты. Вообще ничего. Номер и название карты. Ни рисунка, ни каких-то там дубинок, ничего. Просто название карты. Вот мне такая система очень близка, поэтому я считаю, что это индейская система, связанная с древом Сферот. она очень интересна и остроумна, я бы даже сказала, наложенная Лефасом Леви на карты Таро в 19-м веке. Сферот.